Ночной поджог. В Черновцах сгорел автомобиль активиста СтопКоррупции. Неизвестные облили иномарку горючей смесью и подожгли. Внедорожник сгорел за считанные минуты. Кому общественник перешел дорогу? Подробнее наши журналисты. Громкий взрыв активист СтопКора Валерий Айринь услышал около двух часов ночи. Выбежал на улицу. Возле подъезда горел его внедорожник. Машина сгорела практически полностью. Пострадала и припаркованная рядом иномарка. Неизвестные тоже облили ее горючей смесью. И хотя огонь удалось быстро погасить оба автомобиля, ремонту не подлежат. Сумма убытков более 10 тысяч евро, говорят мужчины. В полиции открыли уголовное производство. Слышьи открыли криминальное проведение за частью 2 ст. 194 ККУ, а именно умисное уничтожение или уничтожение майна. Санкция в статье предпочитает покарание в виде избавления воли на срок от 3 до 10 лет. Автомобиль подожгли неспроста, уверен активист, и считает, что с ним сводят счеты. Вот уже несколько лет мужчина борется с контрабандой на Буковине. В начале марта его и еще одного активиста СтопКоррупции жестоко избили. Но до сих пор правоохранители никого не задержали. Таким образом, ситуацию в области пытается дестабилизировать, считает координатор СтопКоррупции Роман Бачкала. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. А поджог называет результатом глобальных внутренних разборок. Так же считает и Айрине. Дикого зверя загонишь в огонь и начинаешь нападать. Вот так же самое получилось. Они не имеют ничего, не имеют грошей, бесятся. Завозить ничего не даем, потому что всюду выставили своих людей, камеры стоят, все. То не даем возможности обойти закон, понимаете? И они начинают радикарные действия. Но запугать активистов не удастся. Они уверяют, прекращать борьбу не собираются. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы.